Весной 2022 года по итогам общественных обсуждений и экспертной оценки членов Совета по урбанистике при главе города Твери были утверждены границы туристического центра. Это дало возможность подать заявку на участие в конкурсе Федерального агентства по туризму и претендовать на получение субсидий для развития туристской инфраструктуры. В итоге два города Верхневолжья, Тверь и Торопец, получили поддержку из федерального и областного бюджетов для формирования уникального туристского кода, который включает в себя наглядные средства навигации. Кроме того, в туристических центрах городов появится архитектурно-художественная подсветка, новые фотозоны, арт-объекты и новые архитектурные формы. В Твери работа по формированию тур-кода затронет улицу Трехсвятскую, набережную Степана Разина, бульвар Радищева. Как оценивают эту работу жители областной столицы, какие они ждут перемены и какими нужно еще заняться вопросами по тур-привлекательности, мы решили выяснить на улицах города, и вот что из этого вышло. Наш город в принципе красивый, но я бы ушла с транспортом. Транспорт, конечно, он ходит, но расписание не соответствует, которое указывается в приложении. Для развития инфраструктуры нужно обращать внимание на то, что интересует тех, кто посещает город Тверь. Это главный параметр. А все остальное вторично. Починить дороги и Трехсвятскую в целом, чтобы можно было там ходить. Это все-таки туристическая улица и пешеходная, а там не пройти. Трехсвятская улица вполне устраивает. Там очень комфортно находиться, приятно гулять, проводить там вечера. Я думаю, что-то там можно сделать в любом случае. Там, не знаю, каких-то новых мест интересных, где о чем-то можно узнать, посидеть там же. Вот. Не знаю, что еще можно. Нет, я могу сказать, чего нет. Давайте я скажу, чего нет. Нет речного вокзала, нет пролетарки, нет продуманной, так сказать, туристической какой-то программы. Но это, насколько я знаю. Но есть очень много достопримечательностей, и можно это все продумать и объединить. Ой-ой-ой. Объединить какую-то программу и было бы замечательно.